Я жительница этого дома, живу здесь уже с 98-го года, и вот наш дом всегда был проблемным, несмотря на то, что он охраняется государством. В исторических документах он числится как дом Швановича. Здесь проездом были такие наши известные люди, как Лермонтов, как Островский, потому что это была гостиница, и Островский здесь жил и в это время писал пьесу «Без вины виноватые». Но несмотря на это, на такой статус дома, мы не испытываем никакой поддержки от управляющей компании, и дом у нас потихоньку разваливался, пока не появились достойные жители нашего подъезда и сделали наконец-то ремонт, потому что стены все обсыпались, все разрушалось, плитка вся уже была поднята и спотыкались. Ну вот, появились такие жители, дай бог им здоровья. Ну вот, все равно у нас проблемы ужасные с подвалом, потому что там прорывается труба водопроводная. У нас переполняется, когда люк канализационный, к нам обратно идет, ну, скажем так, фекалии и соответствующий запах не только в нашем подъезде, но и во всех квартирах. Вот, ну вот, как-то с этим надо делать что-то. Никто нам не помогает. Когда случилась авария с трубой, вот вода потекла у нас, отключили воду, естественно, пришли слесаря из управляющей компании, вот, трое человек без инструментов, без всего, посмотрели и сказали, что они ничем не располагают ни инструментами, ни сваркой, ничем, и ничем не могут нам помочь. Вот, потом появилась вот одна, сначала была аварийная, которая тоже развернулась, уехала, и, наконец-то, какую-то аварийную прислали, они взялись за это дело. Опять же-таки, не было трубы. Один наш житель поехал за трубой, но привез, к сожалению, такого размера. На участке где-то, это уже сами аварийщики, нашли кусочек трубы, привезли, начали варить, и никак у них не получалось, потому что наши старые трубы в таком состоянии, что просто к ним невозможно приварить новую трубу. Вот, но они как-то, в общем-то, с этим справились, но она все равно течет, потому что уже невозможно было вот как следует. Так что постоянно мы живем в каком-то таком состоянии, что вот что-то случится. Это по поводу водопровода. А по поводу канализации мы постоянно испытываем вот то хорошо, а то, значит, колодец переполняется, и к нам в подвал опять возвращаются эти фекалии, и запах такой, что просто надо все затыкать. Не только в подъезде, но вот все квартиры пропитаны вот этим вот канализационным запахом.